В городе Занзибар 5 сентября 1946 года у кассира по имени Боми Булсара родился сын, получивший имя Фарух. В 1972 году, во время работы над дебютным альбомом группы Queen, будущая рок-звезда мирового масштаба возьмет себе имя Фредди Меркури, слава вокруг которого не угасает и по сей день. Это небольшой видеорассказ о жизни великого исполнителя. Приятного просмотра! Я буду быть легендарным. Едва Фредди исполнилось 8 лет, родители отправили его учиться в Индию. И особый интерес, как ни странно, больше всего проявлялся к школьным урокам музыки. В будущем виртуозное владение фортепиано, занятие которым было дополнительно оплачено родителями, многократно пригодится ему в создании хитов. 1964 год. Родина Фредди превращается в место непрекращающихся кровопролитий. Речь идет о печально известной Занзибарской революции. Эти кадры единственные документы того, что случилось в Занзибаре между 18 и 20 января 1864 года. Уничтожены целые деревни. Грузовики под завязку наполнены трупами. Сотни неподвижных арабов ждут своей смерти. Мусульманские кладбище превратились в места будущей казни. Огромные общие могилы, которые уже наполовину заполнены трупами. Оказавшись в эпицентре боевых действий, семейство Булсара принимает решение переехать в Англию, где Фредди сначала два года проучится в политехнической школе Айлсвард, после чего поступит в художественный колледж Иллинг. Направление изобразительного искусства и дизайна. Его образование не раз окажется полезным на музыкальном поприще. Подбор и модернизация костюмов, оформление обложек альбомов и, конечно же, создание логотипа группы. Каждый из участников коллектива представлен в виде своего знака зодиака. Два льва, барабанщик Роджер Тейлор и басист Джон Дикон. Рак, замененный крабом гитарист Брайан Мэй. И две феи самого Фредди, дева. Брайан и Роджер считаются негласными основателями королевы, так как по большому счету все началось с их первых более-менее серьезных музыкальных шагов. Брайан мог написать мне эту долгосрочную книгу. Мы нужны Джинджер Байкер, Митч Митчелл-тип-драма. И я встретил его, и мы продолжили очень хорошо. Это был начальник. Моя жизнь будет быть лучше. Группа Smile, хоть и была относительно востребована, не смогла добиться больших высот. В 1970-м тогдашний вокалист Тим Стаффл заявил о своем уходе, окрестив дальнейшую деятельность бэнда бесперспективным. Фредди, увидев то, как расстроились остальные участники, предложил им свою помощь. На тот момент они уже были хорошими знакомыми. Одна репетиция, вторая, третья, приход Джона Дикона, не Smile, а Queen и началось. Как это часто бывает, успех не всегда зависит только от таланта и упорной работы. Песни писались, репетиции проводились, но труды все никак не окупались. В связи с еще малой известностью, первый альбом, вышедший в 1973-м, покажет самые скромные продажи. Несмотря на то, что на нем уже были великолепные произведения. Отдельно обращу ваше внимание на песню Seven Seeds of Rai, ибо это сама суть иронии. Данная композиция существует в двух версиях. Первая, инструментальная, вышла на дебютном альбоме. Год спустя мир увидел второй альбом Королевы, который так и называется «Королева 2», где теперь это же произведение было переделано. Фредди немного изменил ее аранжировку, добавил вокальную партию, настоял на том, чтобы она стала синглом, и группу наконец-то заметили. Их пригласили выступить со своим хитом по британскому телевидению в программе «Top of the Pops». После чего песня сразу же попала в верхушки хит-парадов. В эпоху интернета ты можешь быть сам себе критиком, пиар-агентом и так далее. Однако в то время коммерческий успех группы во многом зависел и от СМИ. А СМИ Фредди не очень-то и любили. Постоянная критика в адрес его музыки, нарядов, концертных номеров, да даже само название группы, придуманной им, вызывало у изданий вроде «Роллинг Стоун» пену у рта. Но в одном сходились абсолютно все. Невероятно сильный голос, широчайший вокальный диапазон и виртуозная работа с залом на протяжении всего творческого пути. Что касается первого, Роберт Плант, человек, считающийся одним из лучших вокалистов всех времен в мире рок-музыки, после концерта, посвященного памяти Фредди Меркури, сказал «Многим певцам приходилось менять тональность песен, иначе они просто не смогли бы их вытянуть». И я думал, что я бы хотела это сделать, но потом я пытался это сделать, и я подумал, что я не могу это сделать, это будет конец моей карьеры. Субтитры создавал DimaTorzok Что касается второго, из интервью Мика Джаггера, я видел концерт Queen на стадионе Уэмбли, и мне показалось, что этот громадный стадион не так уж и велик для Фредди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, ему больше нравилось выступать в небольших городках, поскольку мегаполисы и без того изобилуют приездами тех или иных крупных артистов. Население становится более искушенным и в какой-то степени избалованным, а города поменьше всегда встретят с особым радушием. Коль уж мы заговорили о концертах, проигнорировать тему шоу с переодеваниями было бы самым настоящим кощунством. Наряды для участников группы занимали чуть ли не все место в гримерке, которую, как правило, не запирали, ведь до завершения выступления все возвращались туда по несколько раз. Угадайте, кто чаще остальных. Фредди в обязательном порядке подводил глаза черным карандашом, чтобы зрители, коим не посчастливилось постоять у сцены, могли лучше ловить его взгляды. До ярчайших звезд еще рановато, вернемся к терниям. Обновленная Seven Seeds of Rai хоть и сделала группу более заметной, положение все еще оставалось довольно шатким. У них было два альбома, гастроли, поклонники и огромные долги. Они выработали некую формулу. Как выбраться из долгов? Записать успешный альбом. Как записать успешный альбом? Обзавестись хитовым синглом. Фредди вновь это обеспечил. Оставалось лишь закрепить успех. Следующая пластинка должна была быть лучше предыдущих. Что, согласитесь, не так уж и просто, учитывая то, сколько хитовых песен они уже выпустили. В 1975-м Фредди Меркури окажется в эпицентре еще одной революции. Произведение «Богемская рапсодия» навсегда изменит статус группы. Песня влетела в топы чартов по всему миру, а клип к ней стал по-настоящему новым словом видеомейкерстве. Изначально против рапсодии были настроены абсолютно все. Шестиминутный сингл, состоящий из трех разных песен, далеко не лучше стратегический ход. Ее записывали в разных студиях, разными методами. 1, 2, 3, 4 Прошу заметить. Это сейчас можно отправить цифровую копию в другой город, любую часть света. А тогда им приходилось бронировать билеты на самолет. Несколько часов лететь на другой конец страны и продолжать работу. А когда ситуация пан или пропал, нерациональное использование ресурсов подобно самоубийству. Но в который раз Фредди сделал правильный выбор. Фредди всегда выкладывался на полную. Давайте постараемся хоть немного раскрыть его целеустремленность, преданность своему делу и личные качества. Ту любовь, что мы чувствуем к людям, он чувствовал к песням и наоборот. Он неоднократно намеренно разрывал свои отношения в преддверии большой студийной работы. Чем больше у меня проблем, тем лучше мои песни. Вопреки расхожему мнению, за пределами сцены Фредди был очень скромным человеком. При всей своей незаменимости всегда считался с каждым товарищем по команде, напоминая всем. Я лишь одна четвертая часть всей группы. Когда Монсеррат Кабале представила его публике на одном из своих выступлений, он растерянно вжался в кресло. Когда Фред был в гостях у Майкла Джексона, он постеснялся закурить при нем сигарету. В тот день, к слову, у них состоялся весьма забавный диалог. Он спросил у Майкла, почему здесь на полу лежит матрас? Ты что, не можешь позволить себе кровать? На что Джексон ответил, я люблю спать поближе к земле. А Фред ему такой, эй, у тебя вообще-то на втором этаже есть спальня. Он ненавидел СМИ по многим причинам. Одна из которых, критика музыкантов, готовых полностью отдаться своей работе. Если артист выкладывается на все сто, он заслуживает похвалы, а не только критики. Возможно, все дело в гипертрофированном чувстве справедливости. А возможно, в том, что он и сам был из таких. Когда Фредди срывал голос, он репетировал движение. На выступление LifeAid он вообще отправился, ослушавшись своего лечащего врача, который на протяжении нескольких недель говорил ему, тебе нельзя сейчас спеть, восстанавливайся, восстанавливай голос. Есть даже небольшой отрывок, где он немного съезжает. Работать, несмотря ни на что. Вот его кредо. Съемки в клипе, будучи хромым. Забавный факт. Когда Фредди повредил ногу, он приехал на концерт к Элтону Джону, где все время просидел в инвалидной коляске. Элтон его заметил и шутки ради исполнил песню I'm Still Standing, что переводится как я все еще стою. Но когда я говорю «работал, несмотря ни на что», я имею в виду «работал, несмотря ни на что». Фредди сказал мне, напиши мне, напиши мне что угодно, я знаю, что мне недолго осталось. Пиши мне слова, пиши мне музыку. Я все спою, а потом делайте, что хотите, главное, закончите. Я принялся писать в черновике первые строки Мада Лав. Мада Лав – его последняя песня. Он взял такую невероятную ноту в середине, мурашки по коже. Его невероятный вокал. Напоминаю, это спел Человек, которому со дня на день умирать. В этой ноте буквально остались его последние жизненные силы, ибо в студию он так никогда уже и не вернется. Что он делает? Бэй, бэй. Фредди очень любил своих товарищей по команде, которых он очень уважал, выражая каждому из них огромную благодарность. Справедливости ради, при всем его величии, Куин – это феноменальная группа еще и потому, что каждый из участников был способен написать хитовую песню. Четыре писателя, которые пишут очень разные песни. Это все еще не может? Нет, петь, петь. ISПАНТРА ТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I want to break free You know something? I mean, there's been a lot of rumors lately About a certain band for Queen The rumors are that we're gonna split up. What do you think? They're talking from here My apologies if I say what I want You know what I mean? Forget those rumors. We're gonna stay together until we fucking will die. I'm sure I will. I'll see you next time. I'll see you next time. In 1988 году болезнь Фредди уже вовсю убивала его. Смотрит на свой дом и говорит Раньше он не казался мне таким большим. До самого конца Фредди старался не показывать свои слабости и не вести себя как живой труп. Никогда не ходил под себя. Все время добирался до туалета. Со сторонней помощью, конечно. 24 ноября 1991 года Фредди Меркурий скончался в своем доме. Куин воистину великая команда. Фредди Меркурий феноменальная личность. За первые 6 лет работы они выпустили 7 потрясающих альбомов. После их видеоряда на богемскую рапсодию клипы начнут снимать все кому не лень. Подход работы с залом перекочует во многие великие группы. Песня Stone Cold Crazy является прародителем будущего жанра трэш-метал. Окей. Песня. 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 На концерте, посвященном памяти великого Фредди, выступали Guns N' Roses, Led Zeppelin, Metallica, Elton, Bowie и много кто еще. Поф runs, берем. Песня. 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 Все walls! Все оkę. Продолжение следует...